Всем привет, дорогие друзья! Я Игорь, канал Алена Арвлог. В этом видео один день из жизни. Как живу без Алены, без семьи, здесь, в Черногории, в Будвы. Понедельник, рабочая неделя стартанула. Мой любимый день, между прочим, понедельник. Собственно, погнали. Ну и вынуждены со мной вставать тоже домашние животные. Вот Ян никогда не оставляет дома. Если Олесик меня вообще никогда не оставляет, хочет, чтобы я всегда с собой забирал. Яныш вот дома спокойно лежит и постоянно преследует меня везде. Ну, я имею в виду по домашним местам. Заставляет его гладить. Сейчас бы он тоже лежал. Сколько тут? Полдня, наверное. Ну, все. Будни начались. Встаем. Яныш. Видите? Тащится. А с Олесиком тоже пора кормить, выгуливать. Все по плану. Ну, а прежде чем заниматься всеми делами, что надо сделать? Утренний ритуал. Умыться, помыться и так далее. Вот кто-то спрашивал или вот я постоянно говорю по поводу того, что пишите в комментариях, советуйте что-нибудь. Почему? Потому что, смотрите, и вот маленький пример. Вот посоветовали подписчики такую вот пасту, о которой, например, я даже и не знал. Алена сразу же купила. Паста, ополаскиватели. Ведь много таких вещей, которых мы не знаем, и благодаря только вашим советам узнаем мы и все, кто нас читает, смотрит. И так далее. Поэтому еще раз повторюсь, что-то знаете, советуйте. Прежде всего, нужно приграть в очень интересный образ Котом. Он тут старательно от меня всю ночь прячет что-то, да? А я с утра прихожу, начинаю раскапывать и искать, что же он мне спрятал. Я вам это показывать не буду, но каждый день, иногда и по два раза в день, у нас с ним такая завлекательная, увлекательная игра. Пока я выполнял ритуалы утренние, умыться, побриться, чайник-то закипел, делаем чай. Ну, надо же как-то позавтракать. С утра предпочитаю черный чай. Тут небольшой выбор в Черногории, поэтому какой был, не супер-пупер, но вполне себе нормальный. Делать сегодня планирую не креветки, забыл, как они называются. Нет, это креветки. Обычно завтрак чаще я беру, делаю, как делаю, ну, собственно, употребляю на завтрак печенюшки, вафельки, бутеры какие-то. А это просто креветки остались со Стефанией. Я подумал, все равно буду видео записывать, почему бы креветки не сделать. А так я их каждый день, естественно, не ем и вообще не ем практически. Ну, уже надо просто добить, готовиться-то они быстро. И еще, хотел уже собаку идти выбуливать, заговорился с вами, забыл, надо же кофе сделать. Кофе сейчас сделаю, и я вам покажу, какой кофе я делаю. Я не хожу в кофейне за ним, кто уже приловчился самостоятельно делать. Тут тоже в Черногории, к сожалению, есть история такая, что кофе здесь, ну, такой себе в мясе. Ну, как такой себе, нормальный, в принципе, кофе. Просто я не люблю из Турки, он такой слишком уж порошкообразный. Ну, вкусный, нормальный, я не говорю ничего плохого. Мои коллеги все как один там кричат, что пережарено, недомолотое. Коллеги, простите. Я вот, со своей точки зрения, большинство кофе мне нормальный. Вот я нашел здесь, вот, например, в HDL, не, в Оле, в зернах. У меня есть кофеварка. И, кстати, вот, когда его помоешь, этот кофе, такой изумительный аромат, что я его прочувствовал, и уже хочется быть бодрым. Бодрее, что как от одного аромата. Кстати, забыл купить, я хожу один раз в неделю в магазин, закупаюсь надолго, так скажем, на неделю. И забыл купить, обновить новую пачечку. Придется, наверное, если не дотяну до конца недели, идти в магазин. Тратить время. Ну, в моем понимании, вообще, время должно быть оптимизировано. Если, ну, сегодня, понятно, я с вами тут разговариваю больше, да, и время не настолько оптимизировано, потому что трачу время на разговор, что-то показать, там, подумать. Такого плана. А вообще, ну, когда делается один процесс, ты должен успеть другой процесс делать. Например, у чая не кипит, в этот момент ты успеваешь принять душ, помыться, там, готовиться там кофе, собаку успеть выгулить, ну, и так далее. В кофемолке надо взмолоть. Оно получится не такое пылеобразное, как в пачечках. И, да, я его молю для гейзерной кофеварки. Итальянский стиль. Или испанский. Испанский или итальянский. И самое классное, то, что в нем получается кофе практически такой же, как в любой кофейне. Вы там берете по насыщенности, по консистенции. Никакой пыли нету, потому что вода прошла сквозь зерна под давлением. Пар. Парообразное. Вот. Потому что, видите, какая конструкция специальная. Здесь вода попадает снизу. В зерна. И кофе вкуснейший получается. Если любите вкусный кофе и страдаете тем, что дома не можете сами приготовить, а в турке не нравится. Вот, попробуйте. Здесь, в Будве, в Акове, я видел много таких гейзерных кофеварок продается разного. Разной цены. Ценового диапазона. Малю кофе. Молим. Но быстро. Ну, из зерна крупного помола. Аромат какой. Это супер. Кофе довольно-таки быстро варится. Я, конечно, его сразу же не поставлю. Вот креветки точно надо поставить. Поэтому зажжем наш гриль. Ну, вода здесь, как вы писали в комментариях и сколько я тоже общался, из-под крана тоже хорошая. Местные ее пьют и она чистая. С-под горец с какими-то трубами специальными доставляется и вопросов ни у кого нету. Но я все равно по привычке использую бутылированную воду для приготовления именно кофе там и некоторых таких. Только кофе. Ну, и попить. Из-под крана, а вдруг пить воду. С креветками, конечно, я сегодня, да, что-то я заморочиться решил. Больше времени уйдет. С печеньками, с бутерами все гораздо быстрее. Креветки я решил сразу же уже отделить от панцирей. Ну, заодно поперчил, посолил. Сок лайма. Немножко сбрызнул маслицем. Ну, и отправлю в гриль. Завтрак это хорошо, но будет же скоро и обед. К обеду тоже надо подготовиться. Я не сильно люблю заготавливать еду. Такую, которая типа готовая. И просто взял и разогрел. Ну, не привык. Ралена всегда готовила свежее. Да и я как-то такое тоже делал. Короче, на обед буду делать свинину на кости. Жарить. Чтобы она вкуснее прожарилась и быстрее, ее надо замариновать, естественно. Для маринада я буду использовать перец черный, розмарин, кумин и чеснок. Так прикольно называют они его белый лук. Белый лук буду использовать. А что, для аромата. И да, они такие здесь все, ну, из пачечек. Не то, что я свежие возьму и на основе свежих сделаю маринад. Он, конечно же, вкуснее. Просто сегодня нету времени сильно. Потому что рабочий день. Надо делать все быстро-быстро-быстро. Тиковое масло не говорил или говорил. Так, белое вино. Случилось вот такой вот маринад. Да, еще немножко соли сразу же туда засыплю. Конечно же, лучше солить в конце. Но тоже не буду сильно следовать традициям. И обильно погружаем сюда полностью вот этот трикот. Стоит на кости. И оставляем его до обеда. Ну, понятно, что специи, белое вино. Очень-очень быстро мясо замаринуют. Тем более до обеда, до низких часов будет нежнейшим. Можно еще вот так вот попротпекать, чтобы туда внутрь эффективнее оно проникало все. Разрушало, размягчало волокна. Ну, все, мясо отправилось отдыхать. Поэтому можно заняться креветками. Просто их выкладываю на гриль. А, булки забыл, хлеб. Быстро готовится хлеб, еще быстрее, чем креветки. Ну, и все. А пока они готовятся, я пойду выгуливаю песика. Как раз он очень быстрый у меня. 5-10 минут. Ну, и, собственно, они приготовятся уже. На горю уже не так жарко, как это было раньше. Поэтому надо одевать уже кофты, байки. Людей смотрю. Он ходит в майках еще, знаете. Еще восьми утра нету, а люди в майках ходят. Поэтому довольно тепло. Может это потому, что я такой привыкший к жаре. И мне кажется, что холодно уже. Янчик тут что-то сторожит. Олесик. Олесик перешел на свое второе место. Смотрите, видите. Помните, я вам говорил про записку. Вот она. Решил я эту записку повесить на дверь как напоминание, чтобы Олесикой не забыть. Потому что, знаете, бывает, захочешь очень-очень быстро в магазин выскочить там за чем-нибудь, да, собаку оставишь. У этого сразу же припадок может начаться и опять будет нервировать всех подряд. Поэтому, как напоминание, висит. Понятно, они нормальные, они все хорошие, адекватные. Никто полицию не вызывает. Но, блин, меня бы тоже разозлило бы, если бы кто-то там сидел бы, какого-то животное там постоянно бы визжало часами. Или кто-нибудь там дискотеку себе устраивал жесточайшую. Там вообще бы был злой-злой-злой. Поэтому я их понимаю. Что, песик успешно выгулен. Песик Олесик мой. И креветочки уже, тадам, видите, идеально. Идеально успели пропечься как надо. Сразу их сгребаем. Не умею я красиво показывать и выкладывать. Да и времени на это нету. Так, несколько тостов. Пока жарятся тосты, остывают креветки. Можно уже включить кофе, пускай варится, и покормить животных. О, Олесик и кот, и Аянчик у меня кушают сухой корм. Но им добавляю еще в рацион такой влажный. Они там с ума сходят иногда от этого. Олесик уже перевозбудился, уже хочет. Сейчас дам, даю тебе, даю, подожди, почекай. Вот ему гурмет вот такой даю. Вот Алена нашла методом перебора, что кот эти консервы он ест. Вот, по чуть-чуть ему, соответственно, и даю утречком. Ест и Олесик тут чавкает. С огромным удовольствием все это уничтожает. В общем, животные накормлены. Моя кофе уже готов. Пробухтела кофеварочка. А еще, знаете, успел за эти пару минут, что отключился. Короче, когда работал в Магдонусе, там был очень классный принцип, который, в принципе, и пригодился, и по жизни, и я думаю, что многим тоже будет полезен. Чисть по ходу называется, да, только чуть-чуть что-нибудь стало грязненьким, сразу же убрал, и потом не надо будет убираться. Поэтому гриль почищен, посуда помыта, и все, больше ничего меня не будет отвлекать от работы сегодня. День должен начинаться с кофе. Пикава, пиши Джава. Да, друзья, тут все-таки один, и поэтому пространство все больше затачиваю под то, как вот удобно. Камера снимает, стол. Алена бы прибила бы меня уже за такое. Вот, ну, что делать? Чтобы что-то снять, нужно заморочиться. Это так всегда было. В принципе, надо стартовать работу с анализа того, что нужно сделать, какие вещи важнее выполнить, какие обязательно выполнить. Поэтому с завтрака я обычно этим и занимаюсь. Разгребаю почту, сообщения, что там у меня происходит и так далее. Вот, ну, естественно, у меня есть вот такая большая тетрадочка, вот, в которой я делаю себе пометки степов old school. Ну, многие просто используют там стикеры, джиры всякие и так далее. Немного отвлекшись, изредившись перед рабочим днем, можно уже больше, больше энергии туда направлять. Вот я так и работаю, да. Вот я сижу, молчу, смотрю, что-то стукаю в компьютере, двигаю мышечкой, это вся моя работа. Одновременно с завтраком, легким завтраком и разгребая почту, можно два дела делать сразу же, да, и насыщать себя. И работу уже начинать выполнять, загружаться, какое-то планирование делать. Я себе уже какие-то цели выписал, успел просмотреть сообщения. Вот. Ну, собственно, вот начинаю работу работать. Следующая установка обед, там, не знаю, там, в час дня по-черногорски. Отойдем с вами на обед. Скоро увидимся. Время летит вообще незаметно. Уже час двадцать. Ну, я обычно уходил где-то в двенадцать-тридцать приготовить поесть, но тут сейчас навалилось митингов на меня один за одним, и я не могу отвлечься. Но я думаю, что уже пора. Ну, в таких случаях, как я делаю, вот, собственно, беру, мол, сижу на митинге, когда мне не надо говорить. Сейчас вот мне не надо, поэтому я тут могу переместиться. Спасибо. Всем пока. Ура! Так, сейчас еще посмотрю. Можно пойти что-нибудь поесть, приготовить. Так, у меня тридцать-сорок минут. Свинина уже нормально так промариновалась. Ну, и еда должна быть быстрая, простая. Чего заворачиваться с готовкой. Это для риса. Его, конечно же, хорошенько можно, нужно промывать, замачивать, вот, но и опять не в той ситуации, что... И так сойдет. Обычный обед. И рис у меня, посмотрите, вот я здесь нашел только такой. Пока что скотти и в таких пачечках. По идее он был, ну, если был бы без пачечек, был бы немножко дешевле. То есть, 400 грамм получается 4 евро. 3,99 или 3,99 или 3,90. А, 500. 500 грамм, полкило. То есть, килограмм получается около 8 евро. 7-8 евро. Это же даже дороже, чем в Беларуси. В Беларуси я такой покупал за 7, получается, долларов, примерно 7 евро. Хотя, почти то же самое, то же самое, как у нас. Плюс-минус, да? Согревается. И успешно нагрелось. Ну, план такой, пожарить, отварить рис. И рис потом у нас с помидорчиками, с кукурузой тоже, ну, снабдить, так скажем. Так, в нашем деле самое сложное что? Чтобы не сгорело. Потому что постоянно отвлекаешься на звонки, на чаты и такой опачки, можешь в один момент время прийти. А тут угольки. Кукурузки. На пару раз хватит одной порции. Не забываем принцип чистить по ходу. Ну, я имею в виду, что если что-то мы испачкали, сразу же помыли, и в результате у нас нет грязной посуды. То есть, верно другое, что у вас никогда не будет грязной посуды, если вы сразу же ее моете. Вот. Поэтому я сразу же помыл все, что использовал. Рис из пачки. В чем-то есть удобство. Удобство в чем? В том, что кастрюля не сильно загаживается. Вот. Но надо дополнительные действия проводить, такие как вот пересыпать из пакета рис в тарелку. И пакет потом выбрасывать. Ммм, какой ароматный басмати. Вообще. Басмати один из лучших сортов. Я еще купил арборио для ризотто. Вот. Тоже клевый. Но он не такой ароматный. В басмати можно кушать просто так. Я вот даже понимаю, что секрет вкусного плова не в том, что какой-то хитрейший рецепт. Потому что там все просто, да? А в том, что там используются басмати. Ммм. Очень вкусный и ароматный рис. Так. В общем, его теперь мы туда добавляем. Перемешиваем с тем, что есть. И будет у нас изысканный домашний черногорский плов. Ну, плов это я шучу. Вы же понимаете, да? Какой же это плов? Просто рис с овощами. Будет смешнейше. Ну, конечно, не такая ресторанная выкладка. Но мне аппетитно. Не знаю, как вам, друзья. Но вкус и цвет товарища нет. Но, собственно, такая штука у нас получилась. Алена у меня делает всегда все красивое и супераппетитное. У меня вот так вот по-мужски скромно. Идти. Нужно помнить, что всякие ошметки еды остались на плите. Я их удаляю. Это не реклама просто. Ну, любое, короче, средство можно купить. Я уверен, что оно будет идеально справляться с этим жиром. Его просто можно нанести. После такой чудесной приготовки пищи. Ну, всегда с этого самого. Со сковородок, с кастрюль. Постоянно оно проникает на плиту и оставляет такие ошметки. А это средство мгновенно это все удаляет. Вообще идеальное. Любым средством попшикал и все. И все чисто. Можно сделать, опять-таки, два действия одновременно. Поесть и разгребсти какую-нибудь почту. Или сделать какую-то задачу, которая не требует слишком много мыслей и каких-то таких внимания концентрированного. Ко времени сейчас я ушел в 13.17. А сейчас у нас 20, ну, 30 минут примерно. Все про все ушло, чтобы это сделать. Полчаса. Ну, и сейчас успею еще порешать, обедая какие-то мелкие вопросики. А я еще забыл сказать, почему понедельник мой любимый день. Потому что ты в нем взбадриваешься. В понедельник ты как будто вот такой прорубь с водой ныряешь. И на тебя все так наваливается, наваливается. Такой стрел уже сразу нужно встать. Бодричка. Ну, и на самом деле работы интересные. Коллеги веселые. И скучаешь за выходные, успеваешь соскучиться по всему тому, что творится в рабочий момент. Друзья, время летит мгновенно. Вот вроде бы только сел. Сказал вам, встретимся чуть попозже. И все, бах, блин, уже вечер. Ну, и уже почувствовал, что физически долго сидишь, спина затекла. И просто мозг уже стал такой пластилиновый. Вот поэтому пойду сейчас прогуляюсь. Заодно с вами посмотрим, как Будва выглядит в октябре по набережной. И чуть-чуть там по пути. Кто здесь давно не был, наверное, интересно все-таки, как тут октябрь проходит. Даже уже середина. Фух, вот. Ну, почти все сделал, что планировал. Получилась у нас не просто прогулка по вечерней Будве октябрьской, а по вечерней дождливой Будве. Чтобы еще более ощутить этот эффект вымирания, пустоты. Но, несмотря на то, что дождик идет в октябре, все равно люди ходят здесь. Ну, не вымерло, немного, но, тем не менее, есть. Отличный вечерок ныне. Узнаете? Все недавно снимали тут. Люди еще были массово. Да, и еще вот этот артист все еще поет каждый вечер, стабильно, несмотря на то, что даже людей мало, он все время здесь на месте. Да, мне больше все нравится, он со всех ресторанов, что-то местных. Его исполнение такое более душевное, на мой взгляд. Если вы тут были, в этом ресторане, надеюсь, смахнули скупую слезу от ностальгии. Что творится во время праздника, я вам вчера показывал. Вчера, ну не вчера, вы уже посмотрели это видео с праздника Шируна. Не Сируна, Шируна. Людей, конечно, неимоверно много было. Ну, и весело. Детям нравятся такие празднички. А, так я вам хотел рассказать еще, что вот сейчас вот я прогуляюсь, проветрив голову. Олесика, кстати, вот он сидит. Сидит и наблюдает за происходящим тихонечко. Как обычно, уже видит, что я собираюсь, уже стоит на лапах, чтобы мне, дай бог, его не оставили. Вот. Некое, что еще надо сделать сегодня. Естественно, видео. Поправить, подготовить к паблишингу. Вот. Монтаж другого видео. Ну и плюс еще, как я и уже анонсировал, говорил, что если есть среди зрителей блогеры, причем блогеры, которые думают, как там развиваться, время сэкономить. У меня есть сервис. Ну, у меня, у нас, с командой. Запустили варенький легкий стартап для блогеров. Называется Creator Tools. Он позволяет сэкономить кучу времени, ну и подготовить видео для того, чтобы оно активно промоутывалось с самим нативным алгоритмом YouTube. Чтобы вас могли смотреть зрители со всего мира, которые не знают язык. Ну, это, короче, первый способ локализации канала, который предлагает сам YouTube. Ну, конечно, большинству из вас, зрители мои дорогие и уважаемые, это ни о чем не говорит. Ну, в общем, такой сервис еще вот есть у нас. Делаем, продвигаем. Не стоим на месте. Это один из видов локализации. Вторая локализация – это голосовые переводы. В общем, если вы блогеры, напишите в комментарии, я вам скину ссылочку на этот сервис, который вас спасет. Вот. Им тоже надо заниматься в то же время. Все же необычно, когда вот такой вот пустынный берег, столики. Нет никто, никого. Одиноки только такие, как я, прогуливаются по набережной. Да, пора уже прогуляться чуть-чуть и пора идти назад. Немного прием пищи. Тоже сделаю fast, fast, easy рецепт за 10 минут. Вкуснейший омлет. Всемирно известный черногорский прошутто, яйца, лук и молоко. Позволяет приготовить и...